— Спрашивают про Игнашевича в Оренбурге. Вообще, Игнашевич, я так понимаю, будет дебютировать как тренер? — Я, кстати, с одной стороны, я абсолютно уверен, что у Игнашевича может быть очень интересная тренерская карьера. По крайней мере, он точно должен ее начать. Для этого есть очень много составляющих. — А почему? Что нам указывает, что какой-то игрок потенциально будет неплохим или, может быть, даже хорошим, а может быть, даже великим тренером? — Не все тренеры вписываются в этот шаблон. И, разумеется, не все игроки, про которых можно это сказать, становятся тренерами. Но, тем не менее, тренер — это не наигравшийся футболист. Бывают футболисты, как Слуцкий, которые на входе во взрослый футбол получают травму. И у них вот есть это чувство нереализованности. Они развиваются дальше и становятся тренерами. Бывают футболисты, как Олег Романцев, который был самым деревянным футболистом в Московском Спартаке. Вот ему понимать игру Бог, как говорится, дал, а играть нет. Он не реализовал себя в качестве кого-то в карьере. Есть такие виды, как Йохан Круив, которые просто были настолько гениальны, что им не хватило карьеры, чтобы воплотить себя. Или Зидан, как выясняется. В данном случае, вот о ком мы сейчас говорим? — Об Игнашевича. — Игнашевич играл и не мог остановиться. Ему хотелось все еще и еще и еще. И я уже говорил об этом неоднократно по итогам чемпионата мира. Для меня главный герой чемпионата мира именно Игнашевич. Потому что его никто не ждал в сборной. Ему не нужно было отказываться от игры за сборную. Но вот в ситуации, когда команда была в тяжелейшей истории, когда не было защитников. — Ну, в общем, рискнулся. Финал своей карьеры. — Он, что называется, на старости лет, если бы не получилось, представляете, какими словами его бы костерили. Вот куда еще ты поперся? Говорили бы ему. — Игнашевич — это вот настоящий такой... — Как я помню, в свое время Ановка припоминали. — Как король Теоден, который пошел на последний битв, но при этом еще и выжил, кстати говоря, и вернулся со славой домой. Поэтому я абсолютно преклоняюсь перед Игнашевичем на чемпионате мира. Он не наигрался, хотя он играл до самого взрослого возраста. Потом он мыслящий человек, такой с сообразным темпераментом, вполне тренерским. Я не знаю... Для того, чтобы у человека были такие разветвленные предложения, нужно, чтобы кто-то занимался его интересами. То есть о том, что Игнашевич примет какую-нибудь команду, говорят давно. Но имя команды меняется. Не вижу в этом ничего дурного, ничего предусутительного. Мне очень интересно, что получится Игнашевича как у тренера. Тем более, что так уж вышло, что я знаю, кого он собирается взять к себе в команду. Я не могу об этом говорить. Я совершенно случайно... — Кого в команду как ассистента? — Да, кого он хочет только к себе ассистентом. И для меня это очень интригующее предложение, потому что про этого человека я тоже всегда думал. Что из него получится хороший тренер. Ну, вот повесим такой знак вопроса. Я, конечно... Субтитры сделал DimaTorzok